Правящие партии в последние дни устроили настоящий цирк и, похоже, что выступают в роли дрессировщиков граждан Республики Молдовы. В эти дни по всей Республике проходит кампания по разъяснению плана мероприятий по реализации договора, который будет подписан 27 июня. О чем идет речь? То есть сам договор партиями Альянса гражданам не разъясняется. Все последствия этого договора после подписания гражданам не разъясняются. Разъясняются только меры, которые будут реализовываться после подписания этого договора. Было бы намного правильнее, если бы граждане Республики Молдовы могли на референдуме сказать да или нет праву подписания Альянсом договора с Европейским Союзом. Очень важно в рамках этих консультаций разъяснить гражданам, что Молдова потеряет все на востоке. По отношению к молдавским товарам будут введены пошлины, акцизы, сертификация. Может быть изменен режим пребывания наших граждан в России во время ихнего трудоустройства. То есть более 300 тысяч граждан, которые нарушили законодательство в России, могут быть выдворены после подписания договора о Ассоциации с Европейским Союзом. И наоборот, есть другая альтернатива, альтернатива вступления Молдовы в Евразес и Таможенный Союз. На референдуме сторонники Европейского Союза, сторонники Евразийского Союза могут открыто друг с другом спорить и всенародно принимать окончательное решение о внешней политике нашей страны. Альянс заготовил по сговору с Европейским Союзом договор о уступке Республики Молдовы, о колонизации Республики Молдовы, о захвате экономики Республики Молдовы. И это все направлено против Российской Федерации, против установления дружественных отношений между Молдовой и Россией. Продолжение следует...